В эфире служба новостей Саров-24 в студии Марии Рунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Школа математики и математического моделирования завершила свою работу. Город единства непохожих в нашем городе стартовал благотворительный марафон в рамках весенней недели добра. Жажда скорости. Саровские байкеры открыли новый мотосезон. Далее расскажем обо всем подробно. Нападение на сверстников и необъяснимая агрессия, которая влечет за собой настоящие человеческие жертвы. В последнее время в средствах массовой информации участились сообщения о необъяснимых актах жестокости в российских школах. Последний из них произошел в Республике Башкирия с участием 17-летнего юноши из коррекционного класса. О причинах и последствиях подростковой жестокости расскажем в следующем репортаже. Зашел в кабинет информатики, ранил ножом ученицу в руку, напал на преподавателя. После этого разлил горючее вещество и поджег класс. Сработала сигнализация, затем он ударил себя ножом. К сожалению, такие сводки и сообщения в СМИ как-то неожиданно стали реалиями современного общества. Понять причины таких поступков сложно, особенно если они повлекли за собой человеческие жертвы. Наверное, какие-то проблемы вообще в личной жизни этого человека, но я не знаю. Я думаю, что адекватный человек не будет вступать ни в какие группы, которые сам умеют думать, ему это просто не надо. Я как-то вижу, что это в основном происходит в США, но это просто такие дети, немножко неадекватные, если честно. Человек, у которого были проблемы в семье, у которого что-то с психикой произошло. Возможно, это из-за невнимания родителей к детям или из-за проблем с их друзьями, каких-то внутренних переживаний. Подростки в силу возраста эмоционально неустойчивы, бурные гормональные развития и перестройка организма, конфликты со взрослыми. Все это буквально обрушивается на неокрепшую детскую психику и как результат бунт и протест, которые иногда достигают крайней степени. Здесь надо признать бессилие и родителей, и, я бы сказала, нашей правовой системы. Государство не готово к этой проблеме, получается, тоже, да, юридическая система тоже не готова. До 16 лет они как бы не несут уголовную ответственность, а ведь это насилие против личности, это тяжкое преступление на самом деле. И откуда возьмется ответственность после 16 лет, если она снималась до 16, да, вот откуда, она спрашивается, возникнет. Психологи единогласно утверждают, что все идет из семьи, поэтому корень проблемы следует искать в детско-родительских отношениях. Несмотря на желание быть независимым, самостоятельным и взрослым, любой подросток остается ребенком, который нуждается в заботе, поддержке и понимании. Существует такая невидимая защита, она может быть даже неосознаваемой, которая удержит вот на этом роковом краю как раз. Эту защиту могут дать только родители, только семья. По мнению психологов, свою роль в столь печальной тенденции сыграл интернет и, в частности, социальные сети. Для того, чтобы привлечь к себе внимание, достаточно снять свои действия на телефон и выложить их в сеть, а потом обсудить это в соответствующих группах по интересам. Но зачастую дети даже не задумываются о том, какие последствия может повлечь за собой подобное привлечение внимания. Дарья Цапорыгина, Владимир Есеников, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Весной в нашем городе традиционно увеличивается количество краж велосипедов. Духколесный транспорт регулярно пропадает из подъездов и гаражей. Но на прошлую неделю в дежурную часть полиции поступило достаточно необычное обращение. Вдительный ребенок обнаружил на улице бесхозный велосипед и немедленно сообщил об этом в правоохранительные органы. Чем еще запомнилось в прошедшей неделе сотрудникам правопорядка, расскажем далее. Игры на детской площадке редко обходятся без синяков и ссадин. Но прогулка двух первоклассниц с теплым апрельским вечером во дворе дома 43 по улице Шверника повлекла более серьезные последствия. С тяжелой травмой одна из девочек находится в реанимации. Виной всему стал металлический тренажер, на котором играли подружки. Одна девочка села с одной стороны, другая с другой стороны. Девочка потянула тренажер, вот эту балку на себя, а вторая сидела спиной к ней сзади. Балка падает, одной наносит удар ручкой по коленке, второй перелом бедра. По данному факту возбудили два уголовных дела. Следственный комитет по статье «Халатность», органы внутренних дел по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Сейчас устанавливаются организации, должностные лица, которые обязаны следить за исправностью объектов на детской площадке. Когда смотрели данный тренажер, тренажер был в ужасном состоянии, он был полностью ржавый. Беспечность другой школьницы родители оценили в 60 тысяч рублей. Именно столько стоит на сегодняшний день iPhone 7 Plus, который их дочь потеряла в школе. Пока девочка повторяла домашние задания, с ее гаджетом играла подружка. Потом подбежал мальчик, одноклассник или параллельного класса, выхватил у нее тетрадку, в котором она уже положила свой сотовый телефон между страниц, и убежала с этой тетрадкой. Мальчика она догнать не смогла, а к тому же в суматохе перемены даже не запомнила его. Потерю девочка обнаружила только к середине урока. Елена Грискова, Владимир Есейников, Александр Мальков, служба новостей, Саров-24. С 1 июня ограничивается въезд автобусов в города проведение Чемпионата мира по футболу. Так, с 1 июня по 17 июля запрет будет действовать для Казани, Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга и Сочи. А с 1 по 30 июня для Волгограда, Екатеринбурга, Калининграда и Саранска. Ограничение коснется всех автобусов, за исключением тех, которые осуществляют регулярные перевозки пассажиров по муниципальным и междугородним маршрутам. А также автобусов, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В городской администрации рассказали о том, какая программа ждет Саровщем в Зиме Победы. В 9 утра на площади Ленина пройдет торжественный митинг, после чего парадным строем пройдут бойцы Саровской дивизии и противопожарной службы, а также пройдет техника военно-исторического общества 1945-й. Днем в парке культуры и отдыха имени Зернова будут работать развлекательные площадки. А в 22.30 снова моста через реку Сатис запустят праздничный фейерверк. В среду 25 апреля в Нижегородской области пройдет акция «Узнай о своих долгах». В этот день в торговых центрах региона будут дежурить сотрудники службы судебных приставов. Каждый желающий сможет узнать о том, есть ли у него непогашенная задолженность. Это особенно актуально в преддверии сезона отпусков, поскольку, как показывает практика, большинство людей даже не подозревают, что в отношении них возбуждены исполнительные производства. Нынешняя рабочая неделя будет шестидневной. Об этом напомнили в Федеральной службе по труду и занятости. Как пояснили в ведомстве, выходной переносится с суббота 28 апреля на понедельник 30 апреля. Благодаря этому в праздник весны труда граждане будут отдыхать 4 дня с 29 апреля по 2 мая. Ровно 148 лет назад родился вождь мирового пролетариата Владимир Ильич Ленин, который по сей день остается символом коммунизма в нашей стране. Традиционно каждый год 22 апреля на площадях городов проходят митинги памяти советского политического деятеля. Саров не стал исключением. В этом году на площади Ленина собралось около 20 активистов, чтобы почтить память вождя и возложить цветы к его памятнику. Память Ленина со времен Советского Союза чтилась и везде стоят ему памятники. Поэтому его фигура в настоящий момент мы считаем очень актуальна. И соответственно мы не можем пройти мимо этой знаменательной даты. Конкурс докладов, Олимпиада по численному моделированию задач физики взрыва и, конечно, культурная программа. В Сарове завершила свою работу Всероссийская научно-инновационная школа. В этом году она объединила более 200 участников со всей страны. Почти 600 километров преодолел Алексей для того, чтобы представить на суд компетентного жюри свой научный доклад. И сделал это не зря. Ведущий ученый вузов страны и специалист ядерного центра по достоинству оценили его работу. Алексей учится в Тульском государственном университете в Институте высокоточных систем. И свой доклад посвятил математической модели подвижного объекта. Актуальной является задачей это моделирование динамики подвижного объекта. И, соответственно, была придумана упрощенная модель. Ее достоинство – это то, что она простая, наглядная и можно быстренько промоделировать динамику. Второй момент – она очень легко своими студентами. Считается, что девушки разбираются в точных науках хуже молодых людей. Но Анастасия Шишульна доказала, что это не так. Девушка учится в Саровском физтехе на факультете информационной системы и технологии. Свой научный доклад она писала в одном из отделений ТМФ и получила за него диплом первой степени. Работу посвятила исследованию матриц. Матрица, которая используется при решении славы. То есть нужно было находить предуславливатель, раскладывать матрицу на верхний треугольный и нижний треугольный вид. Помимо защиты докладов, ребята могли принять участие и в Олимпиаде по численному моделированию в комплексе «Мастер». Причем в этом году попробовать в ней свои силы смогли и школьники. Ребята должны были подготовить две двумерных задачи газодинамических. Это типичные задачи физики взрыва и удара. Как признаются организаторы Олимпиады, задания были сложные, но все участники с ними успешно справились. Также по итогам конференции был опубликован сборник материалов и зарегистрирован в наукометрической базе РИНС. Мария Ирунч, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Самое важное средство сохранения знаний – самый надежный источник передачи информации. 23 апреля отмечается Всемирный день книги. Этот праздник призван подчеркнуть важность книги в жизни каждого человека. Благодаря им человечество имеет доступ не только к идеям и знаниям, но и к духовным и моральным ценностям. Книгу можно назвать носителем информации, вместе с этим – основой образования и творчества. С развитием мультимедийных систем и компьютеров печатные книги незаслуженно оказались в тени. Для того, чтобы поддержать книжные дела и повысить их роль в образовании, культуре и науке, с 1996 года, 23 апреля, во всем мире отмечается День книги. Ведущая программы «Книжный полк» Наталья Петрунина всегда на стороне именно печатных изданий. Печатная книга – это действительно потрясающе. Это невероятный запах, эти тактильные ощущения. Моя выбора именно печатной книги. Самая частая проблема, с которой раньше сталкивалась Наталья – что почитать. Выбор между юмористической фантастикой или французским романом она делала на основе отзывов в сети интернет. Но всегда лучше, когда советует тот, кого ты знаешь, и тот, кому можно доверять. Именно поэтому мы придумали этот замечательный проект, в котором каждый желающий может прийти к нам и рассказать о книге, которая его действительно тронула и оставила неизгладимый след. «Книжная полка» – это палочка-выручалочка любого читающего человека. Не знаете, что почитать? Включайте программу «Книжная полка». Там обзоры, рекомендации только тех произведений, которые достойны вашего внимания. Все выпуски, а их уже более 30 штук, доступны на нашем канале в Ютубе по адресу канал 16 телевидение Саров. Кирилл Васенин, Владимир Лисик, служба новостей Саров-24. В рамках всероссийской акции «Весенняя неделя добра» в Молодежном центре прошел боготворительный концерт «Струны сердца» и выставка продажа «Жизнь дана на добрые дела». События приурочили к старту в нашем городе боготворительного марафона «Город единства непохожих». Также на Большом боготворительном вечере подвели итоги муниципального этапа областного фестиваля семейного творчества. Концерт и выставка продажа стали отправной точкой «Весенняя неделя добра» в нашем городе. И если выставка – это традиционный элемент городских мероприятий, то благотворительный концерт проводился впервые. Инициаторами такого формата стали творческие коллективы нашего города. Проект преследует две важные цели. Во-первых, это еще одна возможность проявить способность в прикладном направлении и на сцене. И в то же время привлечь средства, определенные на сбор фонда благотворительного марафона. Денежные средства, собранные в рамках проекта, по единому мнению инициаторов концерта, будут направлены на приобретение звуковой аппаратуры для занятий вокалом, одаренному инвалиду по зрению Виктору Новикову. Давайте, друзья, всегда друг другу желать добра. Также на праздничном вечере подвели итоги городского этапа фестиваля семейного художественного творчества. Свои способности и оригинальность можно было проявить в нескольких номинациях. В формате видеоролика конкурсанты делились семейными секретами и проводили научные опыты. Те работы, которые мы получили, они настолько уникальные. На самом деле, кто-то жизнь попугая изучал, кто-то жизнь улиток изучал, кто-то изучал состав молока, состав мороженого. На самом деле здорово. Но в основном, конечно, в этих видеороликах все-таки дети. А самым популярным стал конкурс фоторабот под названием «Россия чемпиона», на который было прислано порядка 250 фотографий. Всего в конкурсе участвовало почти 100 семей нашего города. По итогам муниципального этапа дипломами победителей были отмечены 9 семей. Их работы примут участие в региональном этапе фестиваля семейного художественного творчества. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Кожаные куртки, нашивки, шлемы, ну и, конечно же, скорость. Все это неотъемлемые атрибуты байкерской культуры. В отличие от простых мотоциклистов, для этих людей двухколесный транспорт не просто средство передвижения, а образ жизни. На площадке ДСАВ прошло ежегодное открытие мотосезона. В честь этого долгожданного события байкеры стройной колонны проехали по центральным улицам нашего города. Все мотоциклы заранее осмотрены, нужные детали заменены, корпуса начищены, железные кони готовы к старту долгожданного сезона. Для байкеров теплые месяцы года – самое любимое время. Снег стаял, асфальт обнажился, и выкатились люди, кто желает отдать свое, посвятить лето железному коню. И кому это нравится. Сезон здесь не очень большой, поэтому не упускают каждую минуту. Впервые на открытии мотосезона Павел Жиганов попал два года назад в качестве бармена. И пока молодой человек варил кофе для участников гонки, он успел увлечься байк-культурой. Уже на следующий год он пополнил ряды мотоциклистов. Познакомились, подружились. Я загорелся мототемой, и уже зимой поехал, купил свой мотоцикл. И вот уже второй сезон, собственно, открываю на мотоцикле. Ощущение свободы, состояние полёта и прилив адреналина – вот за что Павел любит поездки на мотоциклах. Для него, как и для большинства байкеров, его увлечение – это лучший способ перезагрузки. Это просто кайф. Ты просто едешь, и вот ветер тебя обдувает. И в голове вот с этим ветром вместе мысли так же. Вот они приходят, уходят. Ты ловишь какую-то волну, такой драйв. Брутальные байки, лёгкие гоночные мотоциклы и даже квадроциклы. На открытие сезона съехалось более 25 любителей прокатиться с ветерком. При этом байкеры подчеркнули, гонять по улицам Сарова они не собираются. И в черте города будут соблюдать скоростной режим. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. И это всё, о чём мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте sarov24.ru. В студии работала Мария Ирунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова